Специалисты Московского архитектурного бюро «Апрель» и проекта «Даль» посетили торговый городок и осмотрели ансамбль бывшей Рязанской ВДНХ. Проектировщики зашли внутрь павильонов, находящихся в муниципальной собственности, произвели фотофиксацию интерьеров, посмотрели на состояние стен, потолков и коммуникаций. Силикатная. Строили это все очень быстро. Непонятно, какого качества конструкции. И насколько сейчас их техническое состояние, ну вот там, вот, видите, да, все эти штуки. Лучше всего сохранился главный павильон «Рязань» у входа в городок. Долгое время он служил мебельным магазином. А во времена главной городской выставки свои достижения и продукцию здесь представляли «Рясельмаш», «Станкозавод», «Касимовская фабрика», «Красный текстильщик» и другие предприятия. Натурное исследование объекта – часть работы по восстановлению территории городка и ансамбля павильонов, которое проводится по поручению губернатора области Николая Любимова. В сентябре прошлого года глава региона распорядился организовать дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта по реконструкции и развитию торгового городка, в том числе с участием экспертов. Увидели, в каком состоянии сейчас находится торговый городок, посмотрели объекты, которые были доступны для осмотра, убедились в том, что все в достаточно плачевном состоянии и требует очень серьезного вмешательства и внимания. Насколько бы не было печально, если к всему приложить руки, голову, то можно сделать волшебные вещи. Следующий визит будет посвящен уже непосредственному визуальному обследованию объектов на предмет их сохранности, ценности и дальнейшего приспособления. Ансамбль зданий и территория городка включены в список выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Проведенная за счет бюджетных средств историко-культурная экспертиза позволила придать торговому городку статус достопримечательного места и включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Напомним, что Николай Любимов еще осенью прошлого года поставил задачу в 2021 году сделать инженерные коммуникации на территории городка, а в 2022 дословно показать рязанцам, куда и зачем они могут прийти.